Продолжаем осваивать 3D Max. На прошлом уроке у вас было задание для самостоятельной работы создать шахматные фигуры и сохранить их. На этом уроке мы сделаем шахматную доску и расставим на ней фигуры. Заодно мы научимся вставлять в сцену объекты из другой сцены. То есть в данном случае мы создадим шахматную доску, а потом вставим сюда в эту сцену фигуры, которые вы сохранили ранее. Итак, чтобы создать шахматную доску, нам нужно будет создать ящик размерами 500-530, плоскость, которая будет изображать у нас клетки размерами 400 на 400. Потом тут нужно будет вставить текст цифрами, здесь буквами, ну а потом уже вставить сами фигуры. На виде сверху рисуем бокс, сделаем клавиатурным вводом 500-530. Создать нажимаем, готово. Далее рисуем плейн, плоскость, по размерам 400 на 400. Число сегментов по длине и по ширине возьмем по 8, чтобы у нас были клеточки, чтобы видеть, куда ставить фигуры. Все, нажимаем кретос, создать. Вот, пожалуйста. Теперь переместим плоскость вверх на 31 мм, то есть, чтобы чуть-чуть выше доски была, выше бокса. Включим отображение грани, чтобы видно было. И давайте поменяем цвет. Боксу тоже цвет поменяем. Сделаем коричневым. Теперь далее. Нам нужно вот здесь проставить цифры, а здесь проставить буквы. Для этого будем использовать фигуры текст. Набираем текст английскими буквами. 8 букв английского алфавита. Теперь поменьше сделаем. И щелкаем, куда нам его поставить. Все равно огромный. Делаем еще меньше. 25 мм сделаем. Теперь нам нужно его выставить. Значит, обратите внимание, поставил я там, где будет располагаться центр. Теперь захожу в редактирование. И увеличиваю расстояние между буквами. Примерно выставим. Готово. Давайте поменяем цвет тоже. Поднимем на 30 мм по Z. Теперь посмотрите. Они у нас сейчас как бы контурами идут. Нам нужно, чтобы они были целиком, как бы сплошные буквы. Для этого применим к ним модификатор Extrude выдавливания. И буквально на миллиметр выдавим. Все готово. Вот у нас появились буквы. По такому же принципу нужно сейчас будет сделать цифры. Опять берем текст. Набираем уже вертикально текст. От 1 до 8. Щелкаем, куда нам его нужно поставить. Опять же, выставляем. Но выставляем теперь там, где будет единичка у нас находиться. Все. Теперь меняем высоту между строчками. Опять же, переносим по оси Z на 30. Применяем модификатор Extrude на миллиметр выдавливаем. И давайте еще цвет поменяем. Вот у нас теперь доска почти готова. Теперь будем вставлять сюда фигуры. Итак, чтобы вставить фигуры, заходим в файл. Мерч. То есть, если у вас в формате сцены сохранены ваши фигуры, то есть в формате с расширением Max, то нужно делать объединение мерч. Если у вас в формате 3DS есть объекты, то есть с расширением 3DS идут, то делается импорт. Нам в данном случае именно объединение нужно сделать. Теперь выбираем, где находятся наши фигуры. Выбираем папку. И выбираем файлы. Вот, обратите внимание. Все делаем открыть. Выбираем, какие фигуры нужны. Я выберу все. Можно All нажать, чтобы все. И нажимаем ОК. Вот, готово. Вставили. Теперь перенесем их повыше. Можно таким образом. Можно сделать через выравнивание. Align. Показать. И, соответственно, сделать по Z, минимум к максимуму. ОК. Теперь нужно их увеличить. Для этого берем масштаб. Давайте в два раза увеличим. Вот опять нужно поменять выравнивание. Все готово. Теперь нам нужно их расставить на самой доске. Итак, пешку мы поставим сюда. Ладью поставим сюда. Нам нужна копия, поэтому держим Shift. Беремся за ось и перетаскиваем в эту сторону. Сделаем Instance, зависимая копия, чтобы если мы потом применять будем материалы, он автоматически ему тоже применился. Далее. Слон у нас здесь будет стоять. Ферзь. Король. Слона скопируем на эту сторону. Теперь далее. Нам нужно пешки размножить. Можно сделать подобным образом. То есть, как мы копировали, держим Shift, тянем за ось, отпускаем и задаем количество копий. Вот, пожалуйста. Теперь нужно вставить коня. Опять же, делаем файл, объединение. Выбираем файл с конем. Открыть. Тут он у меня не сгруппирован, поэтому я выделяю обе фигуры. Ок. Сгруппирую. И, соответственно, опять перетаскиваю. Теперь его нужно уменьшать. Берем масштаб. Правой клавишей щелкаем. Раза в 4 уменьшим. 25% сделаем. Перенесем. Еще чуть-чуть можно уменьшить. И опять же сделаем выравнивание. Теперь нужно развернуть его. Берем привязку по углам, чтобы можно было сразу на 90 градусов легко повернуть. Все. Поменяем цвет всем фигурам. Для начала скопируем коня. Выделим таким образом. Потом держим Alt и щелкаем по тем объектам, которые убрать из выделения надо. Сделаем белого цвета фигуры. Теперь нам нужно эти фигуры отзеркалить на противоположную сторону. Они у нас выделены. Берем зеркало. Задаем сдвиг. Выбираем копия. и подвигаем. Все окей. И меняем цвет. Сделаем черные фигуры. Вот, пожалуйста. Теперь нам желательно сделать, чтобы поле у нас было в клеточку. Для этого применим материал. Заходим в редактор материалов. Выбираем пустой слот. И выбираем тип материала, который будем создавать. Нам нужен стандарт, обычный. Можете переключать виды, чтобы видеть типы материалов. Более подробно о создании материалов мы поговорим на следующих уроках, когда будем текстурировать свои объекты. Сейчас рассмотрим основные параметры. Если вам нужен однотонный цвет, то вот диффуз, это цвет объекта, щелкаете, выбираете нужный цвет. Вот, пожалуйста. Но нам нужен именно в форме клеточек. Поэтому применим карту специальную. Значит, щелкаем по квадратику напротив диффуз и выбираем чекер шахматный. Вот, если включить просмотр, вот, пожалуйста, видно. Дальше Use Real World Scale убираем галочку и зададим, сколько раз наша текстура должна повториться на объекте. То есть, если считать, что у нас как бы по две клеточки в него это уже заложено, соответственно, по четыре раза должна повториться текстура, чтобы в общем количестве восемь было. Выбираем цвет. Цвет один, цвет два. Можно сделать черно-белый, можно немножко поменять. Давайте сделаем темно-коричневый и светло-коричневый. Все. Теперь, чтобы применить данный материал к объекту, мы его выделили, plane у нас сейчас выделен, и нажимаем применить материал. Чтобы видеть нашу текстуру, нажимаем показывать. Тут, кстати, тоже нужно убрать Real World Maps Size. Вот, пожалуйста. Шахматная доска у нас готова. Если хотите, далее уже можете самостоятельно поэкспериментировать с материалами для доски, для фигур. То есть, для этого, опять же, выделяете пустой слот, выбираете тип материала Standard, далее применяем карту. Можете цвет применить, можно карту. Тут есть карта Wood, дерево называется. Ее можете взять и, соответственно, задать. Цвета задать, толщину задать, пятен и тому подобное. То есть, обратите внимание, он показывает, как будет выглядеть. И потом уже выделяете объект и применяете материал. Чтобы было видно, опять же, включаете данный параметр. И еще, если у вас получается так, что плохо видно, очень мелко, то уберите Reward. Вот, пожалуйста. Ну и, соответственно, уже корректируйте потом размеры. Можете повернуть текстуру. и тому подобное. То есть, тут уже экспериментируйте как хотите. Можете также тексту поменять материал. То есть, сделать, например, золотистые буквы. Тут уже достаточно просто взять стандартный материал и диффуз, просто выбрать нужный вам цвет. И применить. Также можете задавать глянцевость и отражательную способность материала. но единственное, что данное вы сможете увидеть только когда сделаете фотографию. Вот, обратите внимание, фокусирование блика можно редактировать. В общем, вам задание дальше. Для самостоятельной работы уже попробовать самостоятельно сделать для фигур и для текста материалы. на этом наш урок закончен.